добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о крещении в духе святом очень многие люди говорят о том что знамением знаком того что человек крещен в духе святом являются плоды духа и я не согласен не согласен вот почему о плодах духа святого апостол павел пишет галатам 5 глава 22 23 стих смотрите плод же духа любовь радость мир долготерпение благость милосердие вера кротость воздержание на таковых нет закона судя по хронологии как он перечисляет плоды речь идет о том что корнем любого плода духа святого является любовь но любовь является не только самым труднодостижимым плодом но и одним из самых длительных плодов в том смысле что чтобы полюбить по-настоящему необходимо не только приложить массу усилий но и требуется достаточно большой промежуток времени однако когда мы в книге деяний апостолов читаем примеры крещения в духе святом мы видим что оно происходило моментально после покаяния не было длительного периода времени чтобы люди обрели этот плод более того когда апостол когда господь и вообще писание говорит о плодах о духовных плодах применяя эту аналогию то мы с вами четко должны понимать что плод это не просто когда мы что-то купили на рынке нет мы что-то должны посеять ухаживать пропалывать взращивать и потом в должное в нужное время собрать мы говорим о неком периоде времени которого никогда нет там где речь идет о крещении в духе святом более того когда мы с вами говорим о плодах то мы имеем ввиду плоды духа святого то есть не наши плоды когда мы что-то делали да и получили результат нет апостол павел четко говорит плод же духа святого то есть дух святой приходит в наше сердце он сеет там семена слова божьего он ухаживает за нашим сердцем и как результат получает плод то есть плоды духа святого это не признаки того что мы крещены духом святым это результаты этого крещения которые иногда нам придется ждать достаточно долго